Привет, дружище, и мы с тобой продолжаем играть в арк на сервере UndeadArc, PvE. Также у проекта есть и PvP сервера с рейтами x5, и ограничаем на количество людей в трепе 4 человека. А с выходом генезиса это дополнение будет сразу же установлено на все сервера UndeadArc. В общем, ссылочку и как подключиться к PvP или к PvE кластеру ты найдёшь в описании. А если ты на канале новенький, то обязательно подписывайся и не забывай нажимать на колокольчик, это очень важно, иначе уведомления о новых видео тебе не будут приходить. И ты можешь пропустить очень интересную серию. К тому же, как вы знаете из прошлой серии, мне объявили войну, и я решил, что я её всё-таки прийму. Но если по какой-то причине ты пропустил одну из серий, то вот тебе аннотация на плейлист сверху, а также в описании ты сможешь найти ссылочку на плейлист, где идут все серии по порядку. Ну а сегодня мы будем заниматься следующим. Меня пригласили друзья посетить их базу, они тоже играют на этом сервере, но только на карте Айленд, где установлен мод Стимпанк. И сегодня они собираются скрафтить первый летающий корабль на всём сервере. И хотят, чтобы я присутствовал на этом событии. Но я сразу предупреждаю, что не все из моих друзей воспитанные, и в этом видео, возможно, будет мат. Но я постараюсь хотя бы частично его убрать, если у меня это, конечно же, получится. В общем, давайте начинать. Проект Аркнуп с 18 января открывает новый сервер Айкс 50. В кластере будет 6 официальных карт. Выращивание Айкс 5, уровень Диких Существ 200, урона Турелей тоже Айкс 5. На серверах установлены плагины, ПВП протекшн, кросс в чат, антимэш и распределение Дина. Автооткрытие Теккенграмм с 60 уровня, кроме Текк брони и оружия. Ссылку на их сервера ты сможешь найти в описании к этому видео. Зашел я на свою локалочку. Что ж, ребята, это значит только одно. Что сегодня у двух билбордов появятся новые хозяева. Я почитал ваши комментарии и методом рандома выбрал двух победителей. Ими становятся Мафиозник и Мэрик Уилл. Что же, поздравляю. Готово. Поздравляю, ребят, с попадаем на билборд. А если ты тоже хочешь попасть в выпуск, и чтобы твой ник увидели все, то все, что тебе для этого нужно, это просто написать любой положительный комментарий к этому видео. И в следующей части случайным образом, возможно, именно твой комментарий попадет в видосик. И именно твой ник будет на билборде. Желаю удачи и перехожу к серии. Я смотрю, постепенно ко мне на мою базу начинают подлетать игроки. Правда, странно, что большинство из них без микрофонов. Ну, в общем, не суть. Сегодня мы узнаем, как же назовутся мои два моногармика, которые выросли. Как вы помните, в прошлой части я вас попросил, чтобы вы придумали имя для этих двух моногармов. Для девочки и для мальчика. И я выбрал. Мальчик будет Кай, а девочка Герда. Мне показалось, что такие именно моногармам подходят, потому что они живут в зимнем биоме, то есть в зиме. Отсюда и связь с именами Кай и Герда. Как по мне, очень хорошие имена. К тому же комментарий, где предлагали эти имена, набрал максимальное количество лайков. А значит, что я не один так думаю. Сейчас их креоподим, и я более чем уверен, что они еще сыграют свою роль. Потому что, блин, ё-моё, мне объявили войну на ПВЕ сервере. Я, конечно, привык, что когда я иду играть куда-то, то всегда с кем-то воюю. И чаще всего это бывают какие-то хейтеры, или люди, которым я когда-то переступил дорогу. А тут бросить вызов прямо на ПВЕ сервере. Ну, с другой стороны, мне даже нравится эта идея, потому что думаю, что получится записать какой-то интересный контент. Наконец-то с ПВП, то у меня уже какая, по-моему, девятая серия идет с ПВЕ контента. Ну, тут есть и минус. Все это время я думал, что я буду играть постоянно в ПВЕ, и не буду ни с кем воевать. Но, раз такое предложение поступило, что ж, я не против. Вот только меня мучает одна загвоздка. К ПВП я начал готовиться только после того, как мне объявили вызов. А до этого я спокойно жил и приручал разных Дина. А вот чувак, который мне объявил войну, я более чем уверен, что он с самого начала, как только зашел на сервер, он готовился к ПВП. Так что мне понадобится, наверное, чуть больше двух дней для подготовки. Скажем, дня 3-4. И тогда мы посмотрим, из какого теста он сделан. Пора уже потихоньку начинать собираться лететь к друзьям на карту Айланд, где установлен стимпанк. Мне обещали показать, ну там, плюс-минус объяснить, что за мод стимпанк, что в нем можно. Показать всякие фишки, плюшки, ну и самое главное, они сегодня сделают при мне большой, здоровенный, летающий корабль из стимпанка. Он будет, кстати, первый на этой карте. До них еще никто такого не делал. Я вообще с этим модом не знаком, так что мне будет интересно посмотреть на это. К тому же на Айланде играет мой старый знакомый Дмитрий, который ведет канал Phenomen Game. Я думаю, что многие из вас его знают. И если вам интересен мод стимпанк, то на его канале вы сможете найти выживание с этим модом, который он снимает прямо сейчас. И где он все про него расскажет и покажет прелести этого мода. Так что ссылочку на Phenomen я тоже оставлю в описании, а также в закрепленном комментарии. Обязательно передавайте ему от меня привет. Фига себе, на Айланде 31 человек. Че так много-то? Я говорю, там пи***ь на воду. Там чисто еще Phenomen заходит и все, б***ь, все б***ь, бегут к нему. И все сразу к нему. Чат, всем привет, все там, с чум. На видос. Ха-ха-ха. О-о-о, сервер. Зараза, на Айландзе все еще зимний ивент. Капец. Все серую, белую, какую-то непонятную. Слаба. Прим включите, б***ь, хотя бы мне. Я пока резину дамлю, хочу посмотреть, че у меня там полезно. Пусть Коля включит, у него, б***ь, компуктеры мощные. У него там пи***ь, пи***ь, графон, я не привык к такому, б***ь, глаза, кровь идет. Ха-ха-ха. Когу я включить? Да, он че, я сейчас включу. Да любой, б***ь, у кого соединение, сын, я там, заеб***ь. У меня фигня. Да щас, я далече до вашей базы и включу стримы дискорды. Эй, чертила, ты меня будешь принимать в трэп, чини? Б***ь. Ну че, меня примет, нет? Что? Я тебя не слышала. О, блин. Что говоришь, Коль? Это не ваша база. Я к вашему соседу на базу взлетел. Понял. Я на него там быканул, я думал, это вы. Ты, б***ь, дзену подлетел? Да. Ты, б***ь, ты херой. Да, иди. Б***ь, всех подзаражал, заеб***ь крышу. Ты мне прими сначала. Ща, я еще много закрепозу. А то мало ли останется еще без трайба. Че такое красивая кофта, это где такую взял? А, да это новогодний скин, один из трех. Они, кстати, в котелке крафтятся, когда юнт новогодний. Так. Блин, тут вообще все темно. Жесть. Ни хрена не видно. О, Коля. Спасибо, спасибо. Просто вот, именно вот болезни мне не хватало. А че за большая штука? Вот там, короче, крафты делают. Это самолет, вертолет. Да, это все одно. А, так это здесь, что ли, корабль крафтится этот? Фига, тут что там может назвать? Вот там, коротко-то еще. А, вот из лопухи. Это не звучит. Ну вот, компоненты. А вон там самолет самый предпоследний. Да, он у него не изучено. Не, я только вообще в первый раз зашел на Айленд. У меня ничего не изучено. Иди в наш подвал, где мы это разработали. Подвал, иди в дом зайди. Все. Где там подземная фабрика, блядь, у нас? Подземная фабрика. Так, а где у вас? О, тихо-тихо, заметка. Право-право. Взял заметку, спутку мою. Смысль, твое? Мой гигантозаврик. Я ее спрятал. Спрятал базу. На ней постановилось. Подземная туда-туда у нас. Крафты происходит. Фабрика, да. Фабрика. Мы тут мет варим. Фу. Вот всякие модовские ресурсы, да, крафтятся? Копер. Он вот с металла фармится. С обычного. Это что такое? Кожа делает. Кожа из кожи делается, понимаю. А, бурами, блядь. Вот эта грядка супер. Какая? Вот эта вот? Там, короче, да. Туда ложь. Траву вот эту, самая первая, которую слева от Межабери. Да, вот эта. Не с фиберой, да? Туда ложь, нахуй. И тратится 4 штучки такое, а производится 15 каждого ресурса. Вот эта вот, которая там есть. Межабери, Накабери. А, так это вообще нормальная тема. Считаюсь, за фибер просто ягодой. Это кебловарка, еб... Слышь, ты можешь без мата общаться, нет? Ты задолбал уже. А, не надо, ты что, это ж запись. Всем привет. Ты расстроительный у нас с вами. И вот у нас там сформа моего подвала. Там кебловарки, кстати, вот эта, которая есть. Я не в темнице сушками. Коробочка в одной коробочке 5-либо любого. Ну, я видел, я видел феномены в видосике. На кроватье направляешься, коробочка. Там бан. Не направляйся на кровать, там бан. А чё скроется не так? Не в смысле, а чё скроется не так, оно... Ты нахуй, прочитай. Сука. Так, это чё такое? Там говно крафтится. И цветки кхилищей баганы. Чё, кхилищей цветки? Ты чё говоришь-то, молчи. Плэнс нажми. Не, не плэнс. Слева нажми. Да не наеду. Куда? Вот это? Вот это плэнс вправо, видишь? Оно? Надпись. А, нет, сапочка. Чё за горшки, блядь? Это горшки. А, всё. Плэнс. Вот, правый цветок вот этот, видишь? Типа он и хилит? Вот он хилит, да. А каким образом? И ставишь миллион штук. Типа к набере? Он по области хилит, как кабан. Кабана в семена засунули, чё? Ну, слушай, это ж на рейдах вообще не было. Так, ладно, я, короче, крафчу. Теперь с крафтой горшок возьми вот этот. Зачем ты его съел? Я думал, он так хилит. Куда? Я заебал. Горшок, да, с большой. Правый, с правый. Я думал, его, короче, ешь, и он тихий. Да, крафт. Это? Бери землю вот этот, 39 штук ещё. Да. Под себя оставь горшок, кидай что, землю и вот семена. Сейчас. Дай сюда. Так, земля. Всё, он сразу начинает расти, потому что чудо удобрения считается. Сейчас он прорастёт за несколько... Вот это то есть как чудо удобрения? Ну, это типа, да. Типа, земля переработана. Вот уже росток. А когда он хилит будет? Ну, если... Вот, возьми кулак свой. Просто кулаки свои достань. Наперс. И стукни там. Да, на машину себя. Об чём-нибудь. Об землю. А, да-да-да. Слушай, я хилюсь. Вот. Он сразу бах вешает хило. Как хорошо, что этой штуки на пвп нету. Чтоб ты понимал, Коля, я вот таких 10 штук, короче, поставил. У меня, верно, без молока выросло. Он чё, бесконечно что ли хилит? Прямо постоянно? Ну, бесконечно. Бесконечно, он туда даже, когда, короче, кончается удобрение и семена воростки. Ну, типа, вот просто ничего нету. Всё за попортика. Просто тупо голый этот горшок стоит. Он даже голый горшок ходит, забагался. Нормальный мод. Понимаю. Так тоже вообще можно жирку любую выращивать. Даже не кормить её. Не кормить вообще никакую. Даже февет вообще. Блин, что за имба? Поля, да телепорт покажу, мощный. В Сочи. Чё, какой, где? Да-да-да. Да, она, справа в углу. В общем, типа. Это наш Арчи, работающий вот здесь. Арчи, я понимаю. Заходи, короче. Красивый Арчи, между прочим. Заходи, вставай в центр, короче. Я еще кого-то тяпнет. И телепортируй. А как? Е нажми. Туда. Выбирай. Да, туда. У нас больше нет её, не ставят. Ух ты. Тут даже дверь закрывается. Серьёзно? О, видишь, баф. 1,5, 1,3. П-6. Тяпну его, не миг. Это где вообще? Появился, выходи. У вас подводка? Брит, база моя, блядь. Твоя! Да, да, шеяров. Вот цветки, видишь, гашки повсюду на спам. По лу. А, да-да-да, вижу. Вот они хилят. Вон, видишь, баф вешается к тебе постоянно. Ну и получается, вообще живку можно выращивать без мяса. По приколу. А цветы у гигантов привычный? Вот ивентовский. Да? 30 тонн. Я вообще ивентовых гигантов всё не видел. А чё этот трайк вообще делают? Генератор. Он, да, трайк генератор. А чем этот генератор запитывается? Ну, просто выключи, выключи, выключи. Вот. В смысле? Нажми. Вот, видишь, трайк ожил. Да. Типа, этот настоящий трайк. Нажимаешь это, он начинает пахать там. Фигаси. Всё. Трайк не забывает. И чё? И по нему урон не проходит, да? Да, скоснил проходит. Неюзабельно. Скоснил проходит. Прикольно. Ты вот там застрял. Наст, генек. Главное, я ком на базу. Всё, в тебе, главное, прикольно. От первого лица смотри. Ты в центр станет забагать. А если я не буду в центре? Да, не нормально. Ну, если вы так вот прикольно. Ты можешь не тпшнуть, просто. Да, типа, ты, если начать, а активируешь его тпо где-то сбоку. Он на органе ещё поиграет. Выходи. Какой ещё? Орган мощный. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Мауш один, мауш два. Блядь, ну слушай. Я тут поебал, он какую-то рубьёртся. Иди в жопу. Я у мамы музыкант. Чё ты ему упендривался? Слышь, Трп. Ай, блядь. Порисуй на нём, а? Не надо меня ничего рисовать. Мне и так хорошо. А, его... Ну а чё, у нас все обрисованы. Вот наша достопримечательная школа, она самая главная. О, Димон. А чё он такой серый? Так это варки и цветов не существует просто некто. Это у тебя руки просто из жопы. Я нормально это могу нарисовать. Да, пардон, с серыми глазами. Ты изи нарисовать? Да и да. Изи он сделает, здорово. Погнали. На крышу! Давай, пошли. Мы на... Сколько на нём улетим, типа? Насколько далеко? Он их мало уже, а то ещё мало бочки. Надеюсь, сирок не упадёт. Как бы... Виза. Шестьдесят, если есть, уже нормально. Фотки есть, если чё. Да, кстати, я сфоткал. Да, пусть давай. Впомянем. О, чё, па... Он здоровый! А чё ты высоко? Крюк не достаёт. Эээ! Свистни! Свистни его! Да! Свистнуть, корабль! Свистнуть! А бензин надо. Бензин надо отсюда. О, я грапнулся. Ты где, где? Вот, опнулся. Я упал вниз! А как мне на него залезть? И дрейк летит. Хера он окнает. Тут на грапах в прыжок не работает. На краю опасти можно. Ой, тихо! Чуть в каналу не улетел. По краю опасти и... И фига он мощный. Всё, можешь ладить. Короче, просто на него грапайтесь и садитесь. Смотри, штурвал, смотри, какой он классный. Офигеть. Чисто шестерёнка. Это ж... Нормально, да, кувал? Что? Это... Чисто шестерёночка. Это минус пальцы. Нижний полот, это что за атлас? Это всё, корабль или? Хе-бать. Это летающий титан. Это галеон. Можно строить, жить и ездить. Чисто на базу к врагам залететь. Не, это вообще похоже на какой-то атлас 2.0. Чё за дина варнинг, чё это такое? А, атакую цель снимите с него, пожалуйста. А как он атаковать может? Чё за дина варнинг не поможет, что это фигня? Пассивность ему бахать. Сколько у него хп, да? Он на пассив не свистится. А как садиться походить, шо, не понял? 856 тысяч у него. Садиться на е просто. Нажми на кого на любую часть. Да, просто на е нажимаешь и садишься. Да, у меня агерится. Автоклилот, нифига то тебе. Чё, там подвал есть. Чисто застроить можно. Он фига у него хп, 656 тысяч. Ему ещё прокачать можно, я прокачаю ему хп. Миллион. Нормально. Скорость передвижения лучше покачал ему. Тут нельзя скорость передвижения. А он ещё не запустили, надо чекать. Запускаете. Коробль охренет здоровый. Так, ээ, сейчас, погоди. Чё мне вкачать-то там? Это подвал огромный. Ты чё, как-то не... Фига. Так он быстрый. Поехали, фига. Ля. Исиро, кстати, не пингует нормально. Ой, бля. Тупо космолёт. Канаюби чуть-чуть. Сюда. Надо турель. О, а полетели к Диме на базу, к феномену? Если бы он на ПВП был, чтобы... Я упал! Он залетает в текстуре, и Дима, лишь с помощью стишек. Я на крюке, короче, за вами снизу. Я через дно провалился. Жесть, он здоровенный просто. Надо в час заспамить, шо, пацан, а не... О, статуя. А от первого лица, если бегать, или вообще не лагает на нём? Стой, не-не-не-не, это не лети. Я наверх поднимусь, а снизу... Сбойни на нос, Коль. Да? Давай. Чё ты делаешь? Статую покажи. Бля, меня на винте крутит! Ай, он убивает! Паминки. Паминки. Паминки, становитесь, там ХП сносят писец, мама не горю. Охрен, ты на него вообще прыгнул. Да я случайно! Я наверх залазил, и ты на полетел вперёд. Меня на винт намотало. Настя, газетка. Чикаго, он прикольный. Останови, останови, останови! Я куда-то всосал. Я остановился, ты где? Я же говорю, там засоснулся. Я жив. Короче, самое главное, не граппать из-за него, это смерть. На голову сразу раздалась. Я, наверное... Тут пробил не работает на нём. Когда пробил нажимаешь, он не подпрыгивает. Ближе подшагиваешься. Что такое тоггл-контролы? Чё, ничего, нифига, у тебя гапп летит влево. Десинхрон. Ну, потому что летит этот индейец. А где финал живёт? Подождите меня, я подлетаю. На колбасе, кстати, да, почти? Не, ну, от первой лица на нём бегать, типа, ещё нормально, от третьего колбасит. Его режим есть, скрыть контроль. Это вот это его база, да? Да, да. О, Диман. Не, да, да, дальше это или это? Не, верно, где стоять. Не, не, вот-вот-вот, это, это, это. Давай, бери на снижение. Здорово, пацаны. Кстати, ниже спускается, да. Я боюсь, он всё нахер что-то сломает или сам сломается. Я офигенно. А это где-то база. С водой, да, и всё. Всё, ниже никак. Один кораблик, 10 баллов с феноменом. Да какая, царь. Не надо. Чувак, шокер. Вырубай его. Здорово. Салам, али. Да, опасти убьют, не влияю. Нет, кто-то бегает. Я феномен. Не чувствую, знаете ли, что-то... О, Дима, здорово, как у тебя дела? Здорово, пацаны. Выйди на улицу, посмотрите, мы там пригнали. Тут немного этого корабля, тут он залез. Тут дрейки летают. Вивера. А, ой, пофиксим. Здорово, пацаны. А что у нас тут жирнанюх делают? Надо корабль немного догнать. Не снялся, а? Отгоняй, наверное, бандыру. Как она взлетает, подоных? Он под нами, сышь, феномен под нами. Она что, не взлетает, что ли? Судя по трубам, дрова намного жрет. Она не взлетает. Паминочки. Икс попробуй. Икс пробил, я не знаю, камеру вверх-вперед. О, все, 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 нормально, полетел. Смотри, нафармили же каким-то макаром на него. Соло фармил. А у нас Челиксова нафармил на него. Четыре дня фармил. Да он это у нас, немного задрот. Отсос. Ид дома, но влащит. Я забраться не могу. Давай, идем на дачу, я полетел. Он взлетает, короче, задом. Прикольно. А я забраться не могу. Ну да, что-то он это, дергается, когда летает немного. Стоит жирнан. От первого лица на нем нормально. У меня чисто база, постойте, все. Тебе пиздецка наебит, реально. Потому что я задом взлетаю. Он взлетает. Гусь, нахрен ты это тут оставил? Че ты ржешь? Дурачок. Так, парни, дайте мне на эту штуку залезть. Вот это реально галеон. Попробуйте на нем взлететь, не робит. Коля, по рули. Ну, давай. Х, З пробуйте. Пробел точно не ду. Так, ну, вперед и вверх не получается вообще. Слушайте, у меня, по-моему, плохие новости он забагался. Там же вон даже кнопки написаны. А че, ты посмотришь, что эти кнопки делают? Это вообще не то. На пробел, на Х, на С вообще ничего. Это стрейф. Я, конечно, не уверен. Он, по-моему, застрял. Коля, давай на лопасти. Хм, сам придумал. Они еще и крутят, причем. Ты крутишься вокруг. То есть, если на лопасти прыгнуть, ты на них еще будешь стоять, крутиться? Да, но при этом у тебя хп тратит. Я не хочу потом, как Арчи, бегать в лесу свой лут искать. Спасибо. Вот я искал. Он залагал, короче. О. Он реально застрял. К нам какой-то пассажир взлетел. Кудирный warning zone он. Что-то он, это, какой-то... По управлению, я так понял, он жесть как ба. Баганый. А, теребиток так. Не, ну, хобошь, не мой. Оттуда и упасть можно легко. Вот от первого лица. Взамышев феномена врезались. От первого лица, когда бегаешь по нему, еще нормально, от третьего что-то немного трясет. Теро, ты, получается, в солд на него фармил сидел. Терри дня, Коль. Соло дробило этот дрелью камешки, чтобы огромный корабль построить. Нормально. Который забагался. Достижение жизни. Который забагался. Да не, он летает. Просто он дерганый, из-за того, что он большой. Там так и написано, попит аут. Че там? Я же... Плеер... Охренеть, какой же он здоровый. Ну все, я... Он чисто как... Он... Он как 10 баз феномена. И как, не знаю, 2 ваши базы. Я налетал. Жесть. Охренеть. Давай я на пропеллер прыгну. Да, офига. Коля, прыгни на лопасти, они сейчас выключаются уже. Ну... Ты пустамик поймал, да, походу? Да. Ща, погоди, я чуваку отвечу. Че-то я тоже как-то не думал, что мод стимпанк может быть настолько глобальный. Ой. Там бан. Надо будет кота самому посидеть и выделить время. Разобраться тоже в этом моде. Ой, вот эту штуку собирает имба. А, у тебя же моды там нет, точно. Ну да, стимпанк только на айланды работают. На других картах его нет. Вот в это заходи. Вот эта херня. Ну, где? Дробилка один к одному. Серьезно? Это 100 кидс, простит. Прикрепляется. Один к одному, короче, дробит. Я сейчас... Случай эти, как их... Кавалерийский копия на 300, короче, продробил. Я там сразу 20 тысяч металл просто насыпал. Так это ж вообще имба. Да, ребята. Мод хоть и классный, но такой мод на пвп сервера, конечно, не поставить. Тут слишком много дисбаланса и очень таких неоднозначных штук. Допустим, как здоровенный корабль, который прям в базу может въехать. Ну что ж, это было интересное путешествие. Если тебя тоже так же, как и меня заинтересовал этот мод, то на канале моего друга Дмитрия Феномен Гейм ты сможешь найти сезон, который он сейчас снимает на этом сервере, где он делает подробный обзор на все эти стимпанковские штучки. Ссылочку на него я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Так что заходите, смотрите и передавайте от меня привет. Ему будет очень приятно. Ну вот и подходит к концу данная серия. Спасибо тебе большое за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь лайк. А если вдруг ты на канале новенький или случайно открыл это видео, то обязательно подписывайся на канал и нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии выживания. Впереди нас еще ждет война с хейтером. А также напоминаю, что написав любой положительный комментарий к этому видео, ты имеешь все шансы попасть на билборд в следующем выпуске. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Я играл на сервере Undead Arc PvE. Также у проекта есть и PvP-кластер на 4 человека с рейтами X5. Ссылочки все есть в описании. Удачи и до скорых встреч в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok